Определённое количество проблем. Истина приходит в момент, когда требуется спасти. Если этого не сделать, всё может погибнуть. Ваше своеобразное мужество, готовность, несмотря на своеобразные непростые погодные условия, всё-таки отдать свой долг прежде всего священному. Это радует. Не хотелось бы задерживать вас сейчас, потому что это действительно для вас в какой-то мере может носить немало неприятностей, потому что отношения у вас бывают к происходящим каким-то явлением очень поверхностно, и меня просто вызывает беспокойство о вашем здоровье. Мне хотелось бы, чтобы вы были здоровыми и могли достойно исполнять свой долг и дальше. Пусть наш переход сейчас, в этом времени, своеобразный переход, хотя его в полной мере нельзя будет назвать. Сейчас переход не требуется. Это связано с новым этапом ваших событий, с вами связанных, вашей жизни, познания вами духовного. И уже глядя на то, что сейчас происходит вокруг вас, уже можно спросить вас, ну как вам второй этап времени, о котором я вам сказал весной. Вот так вот суров период времени. Впрочем, он и был, суров, в котором вы живете. Но немало сурового будет и впереди. Даже простые погодные такие изменения, которые создают большую неуютность в ваших ощущениях. Но даже из такого простого обстоятельства можно извлечь замечательный пример в такой суровости в одиночку не выживешь. Даже, казалось бы, заботясь о своем здоровье не все можно усмотреть. Но вот когда вы посмотрите друг на друга, когда вы выразите заботу друг о друге, можно увидеть то, чего сам в себе не увидишь. И для себя не предусмотришь. А вот когда друг о друге вы обеспокоитесь, вот тогда и безопаснее пройти любые экстремальные условия. Но вот умение побеспокоиться друг о друге, прежде всего, вот где. Главная задача, которая пред вами встала, научиться любить по-настоящему не так, как кому вздумается, а так, как требуется. Великая задача. Быть полезным для другого, именно для другого, а не прикрываясь своим стремлением помочь другому, делая для себя прежде всего. Вот это главная задача. Ибо если вы хотите помочь другому, надо сделать так, как другому нужно, а не так, как вам порой и просто хочется. Ибо если вы делаете, как вам хочется, вы радуете только себя. Но не стремитесь принести радость ближнему. Поэтому учитесь делать настоящее добро, когда вы действительно делаете то, что может порадовать другого человека. В нормальном, хорошем смысле порадовать. Его душу, его сердце, его истинное «я», когда вы сможете так порадовать. Но это большая задача, которой вы учитесь. И я хотел бы, чтобы далее двигаясь, вы были еще внимательнее и получив взвесенье, происходящее с вами и вокруг вас. Но происходящее событие сегодня и до этого дня, в период без времени, оно показало многие нюансы, знаки своеобразные, которые говорят о том, что надо умножить свою бдительность вам. немало сделано ошибок до этих дней. И яркий тому показатель огонь ваш погас. Как вы не старались его хранить, но он погас. Поэтому вы уйдете без огня. Вы должны будете его разжечь в своем сердце усилиями праведными. Пойдете и покажете делами своими, во славу Божию, что есть в житии верующего человека. Так разжигайте этот огонь. Учитесь греть друг друга, умножая свои праведные усилия и почаще забывая о том, что же вам, собственно, нужно от ближних. Поменьше обращайте на это внимание. Стремитесь себя посвятить во благо ближних. Ищите это решение. Оно у вас уже готово. Оно есть внутри вас. Оно подсказано вам в разнообразии. Но второй этап, о котором я однажды сказал, он сейчас хорошо выявит в вас, кто вы есть на этой земле. Действительно ли вы готовы исполнить Божье? И если у вас эта готовность есть, вы сделаете это. Но вы претерпите немало испытаний и очень серьезных. Но если вы обманывали себя и пробовали обмануть других, прикрываясь под лозунгами, на этом этапе не жалко, но вы подломитесь. Дальше будет трудно пойти, притворяясь быть верующим. Не получится идти с притворства. Поэтому очень быстро вы сейчас обозначите свое истинное естество. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы все вы смогли удержаться на этом пути. Но испытание не я придумал. Я только лишь хочу вам помочь и имею все, что вам нужно. А ваша задача – уметь все это взять и исполнить. Так, как просит вас ваш любящий, безмерно любящий вас отец. Поэтому, не уходя в большее рассуждение и высказывание, позвольте выразить вам свое поздравление все-таки с Новым годом, который для вас наступает, с новым этапом событий, сюрпризов, подарков, которые вам уготованы и которые вы примете с благодарностью и умножая добро в сердце своем. Продолжите славить имя Бога достойно. Достойно, как и ждет от вас, Отец. Достойно, как ждет от вас мир, в котором вы рождены. Мир великий, бескрайний, великое бытие ждет этих замечательных, праведных усилий вашей души, вашего сердца. С праздником, дорогие друзья, ратники, великого события. Желаю вам счастья, здоровья, и чтоб поступь ваша была крепка, руки умелы в творении благ священных, и чтоб сердце и уста ваши продолжали безмерно встречать любовь. Да будет любовь на устах и руках ваших. Счастья вам, друзья мои. Ну, творите, покажите миру, какой огонь все-таки вы можете зажигать усилиями своими. Покажите этот огонь. ступайте к Богу. Счастья вам еще раз. До встречи. Уже в новом году. Я о многом еще поговорю. Спасибо. Спасибо. Учитель, а я могу в гости вот к друзьям ходить без приглашения? Ну, там, на дни рождения, там, может, на василии? Или мне обязательно нужно дождаться, что там пригласят? Прийти поздравить. Можно ли, ты говоришь, прийти и поздравить? Да. Прийти поздравить. Зайти поздравить можно. Ага. Открыть дверь и пройти к столу сразу не стоит. Ну, если я зашел, поздравил, а потом дальше... А теперь уходи. А если уже приглашают, то я, конечно, не откажусь. Да, да, да. Зайти поздравить от души, где надо учиться еще не проявлять, даже в чувствах, желание сидеть за столом. Научиться надо это не проявлять. Это вас мало должно интересовать. Вообще могло не интересовать вас. Просто вас интересует, прежде что вы пришли и выразили свое поздравление. Это и есть самое главное. А вот желание побыть в компании, посидеть в игры, поиграть... Это совсем другое. То есть, просто хочется побыть в компании. Но, опять же, навязываться нежелательно. То есть, вот, если мотив... Если мотива нет прийти поздравить, то по-другому не надо приходить и топтаться рядом на случай. Вдруг пригласят. Ага, хорошо. Туда лучше не подходить, ничего. Делать свое дело. Спасибо. Если уж случайно как-то идешь по каким-то другим обстоятельствам, другое дело. Тебя заметят, конечно же. Ты просто поприветствуешь издалека. Ну, а там уж они сами решат. Пригласить тебя нет. Здесь надо учиться чувствовать грань. Потому что есть неуверенность в себе, когда многие из вас болеют неуверенностью такой. И им все время кажется, что их никто никуда не пригласит. Хотя очень хочется, чтобы пригласили. Но вот останавливаясь на страхе, что вас не пьет, вы тут принимаете действия, которые на самом деле к скромности не относятся. Они больше подчиняются страху. И вот эту грань научиться чувствовать, конечно, будет не как-то просто. но постепенно вы будете этому учиться. Потому что скромность и страх это разные вещи. Скромность, которая вынуждает вас быть сдержанным, и страх, который точно так же вынуждает вас быть сдержанным. Это два разных таинства. Одно из них нормально, другое ненормально. Но в прямой его так лечить будет нельзя, этот страх. Есть масса разных обстоятельств других, где через конкретные какие-то проявления, о которых мы говорим, вы и эту часть тоже будете подлечивать внутри себя. Но так в прямой объясни, где страх, где не страх у вас проявляется, так прямо будет очень непросто это сделать. Вам будет трудно воспользоваться такими разговорами. А вот такой момент, что вот есть более близкие друзья и более далекие, то есть люди, с которыми как-то есть общие интересы, а есть люди, с которыми, они тоже вроде друзья, но немножко поздравить даже людей более далеких, скажем так, это же тоже нормально, да? Нормально. Если ты видишь, то есть кого поздравить, можно выразить свое какое-то поздравление, пожалуйста, кто бы этот ни был человек, выразь поздравление, проходи мимо. Вообще, может быть, впервые его видишь, но знаешь, что у него день рождения. Ты проходишь мимо, ну, поздравил его с днем рождения, всех благ пожелал, пожалуйста, пошел дальше. Учитель, правильно ли мое понимание, что для того, чтобы определить правильность своей реакции, у тебя не нужно спрашивать, правильно ли реакция, а нужно спросить, уместно ли действие человека, на которое возникла эта реакция? Про себя спрашивать, если. Да. Про свою реакцию. Конечно. Ты же всегда от какой-то реакции принимаешь усилия. Даже если ты решил помолчать, это уже все равно ты решил приложить какое-то усилие. Усилие помолчать. Это не просто бездействие. Ты решил ничего не отвечать. То есть, это все равно действие. Но оно от чего-то пошло, это действие. От какой-то твоей внутренней реакции, которая подтолкнула к какому-то решению. И ты решил, в данном случае надо промолчать. И вот тогда, если ты хочешь что-то уточнить, ты переспрашиваешь, правильно ли было в случае таком-то и таком-то промолчать. Все. И ищешь подтверждение. Я говорю, да, в этом случае можно было промолчать. Либо говорю, нет, именно промолчать было нельзя. И надо было сделать то-то и то-то. Мы же можем продолжить разговор. Лучше спрашивай, что действие, а не просто реакция. Потому что реакция, ну, допустим, действие человека, ближнего, связано с каким-то нарушением закона. правильно ли ты спросишь, что я недоволен тем, что он сделал. Да, правильно. Ну и что? Ну, вот реагировал тем, что ты недоволен. Правильно у тебя реакция произошла. Ну и что? А какое ты усилие предпринял дальше, чтобы вы провели ситуацию? Или что-то над собой сделать? Потому что ты недовольство проявил, ну, дальше ты решил выругаться и сделал это. Уже неправильное действие. Хотя реакция была правильная, что ты был недоволен изначально. Но последующее действие уже неправильное стало. Ты выругался. Поэтому действие важно корректировать. В действиях вы себя останавливаете, контролируете, изменяете себя, но именно через действие. Саму реакцию вы никак не измените. Вы реагируете как данность, которая имеет у вас, она и как-то реагирует на что-то иное происходящее явление. Оно по-другому не отреагирует. Вы тем, кем являетесь на сегодняшнее мгновение, таким образом вы отреагируете на окружающую реальность. И воздействовать сразу на то, как вы реагируете, нельзя. А вот через действия, которые идут впоследствии, после вашей первой реакции, вот там уже можно менять ваше естество. И уже меняясь, вы начнете со временем и по-другому реагировать. То есть первые реакции начнут уже становиться другими у вас. Поэтому мы прежде сейчас должны беседовать именно о действиях ваших, где вы чаще переспрашиваете, правильно ли вы поступили, сделав так-то или так-то. И тем более, либо ближнее вам настойчиво подсказывает, что вы что-то неправильно сделали, вы должны уже сразу заволноваться и попробовать поразмышлять на эту тему. Либо сами засомневались в собственных действиях. Тоже, опять же, привлекайте ближних, порассуждать на эту тему, подсказать ли какие-то мысли, высказать на эту тему со своей стороны. Либо, если есть возможность, здесь вы можете задать вопрос. Но это уже разговор именно о действиях ваших. Правильно я понял, что неверно будет просто спросить об уместности действий другого человека для того, чтобы узнать свою реакцию. А нужно спросить именно, как мне правильно поступить в том случае. Да, конечно, конечно. Потому что нельзя будет дать мне вам какие-то достаточные объемы, каких-то точных подсказок, по которым вы тут же определите правильность действий ближнего. Это будет сложно дать сразу же вам в какой-то период времени. Может быть, для этого потребуется вообще много десятилетий, чтобы выразить огромное количество разных подсказок на гонкость, нюансы, которые происходят в жизни человека. Но этим тоже будет даже трудно воспользоваться, потому что каждый раз идет какое-то действие с каким-то особым преломлением, с какими-то особыми оттенками, которые заранее трудно будет оговорить. Ведь каждый из вас какому-то действию придает какое-то особое ощущение, особое переживание, которое другой не мог бы это передать. То есть, есть всегда масса таких нюансов, которые заранее будет трудно сразу же оговорить. И на этом уже можно ошибиться, используя как-то слухо какую-то данную на эту тему информацию. Поэтому неважно, как поступил ближний, вы прежде должны посмотреть, как вы реагируете на то, что он сделал. Вот уже в смысле я когда говорю, реагируете, подразумевая не только первые ощущения свои, как вы это воспринимаете, но как вы дальше начинаете действовать. Это тоже реакция на действие ближнего. Поэтому, когда я говорю, как вы реагируете, прежде всего помните, я подразумеваю, как вы действуете в ответ, а не как вы ощущаете эту тему. Потому что меня интересуют ваши действия. И вот в действиях как раз возникает, как правило, большая ошибка. Поэтому не особо так вгрызайтесь в то, как действуют ближние. Они действуют так, как умеют. и молодцы, что так делают. Не вам их поправлять, торопиться. Но быть бдительным, внимательным, конечно, важно, чтобы где-то, если вы видите явно какое-то серьезное нарушение и подразумеваете, что человек, может быть, даже не понимает еще пока, вы можете затронуть эту тему, попробовать осторожно, потому что надо еще ощутить пожелание человека беседовать на эту тему. И если как только столкнетесь с тем, что он не устремлен навстречу к вам и тронут тему, связанную с ним, с его действиями, все, вы оставляете эту тему. Поэтому вы прежде всего присматриваете за собой, а не за ближними. У вас пока сдвиг очень большой. Вы услышали много подсказок, как можно дать что-то в помощь ближнему, как поправить его, и очень ерьяно устремляетесь прежде в эту сторону, поправлять ближних. Но это перегиб. Будьте осторожны с этой информацией. Прежде я то, что вам даю, это то, что связано с вашим личным видоизменением, когда вы сами к себе прилагаете усилия. А ближним позволяете делать все так, как они способны это сделать. И остановить явно уже требуется, когда действия ближнего мешать общему развитию. То есть, какие-то ключевые позиции занимает человек, и упорно нарушая какие-то законы истины, видно, что он подведет большое какое-то развитие, связанное с вашей жизнью, под какие-то неприятности. Вот тогда уже требуется, да, остановить его и заменить на того, кто более способен, более грамотно делать необходимые в данном случае. Либо он сам изменит свои действия и будет делать их уже правильно, послушав какие-то подсказки необходимые. У нас на собрании по приходу к единому пониманию один из участников этого собрания выражал такое мнение свое, сказал, что прежняя форма меня не устраивает проведения собраний. И предложил другую форму, в которой подразумевается обязательная домашняя подготовка, которая заключается в том, что нужно предварительно прочитать текст. Теперь вопрос. Не увлекайся большим рассказом. Ну, на его... Вопрос. Меня как бы смутила форма сама, ну, как бы... Вопрос. Ставятся условия. Могу ли я... Вопрос. Несмотря на форму, как бы, в суть предложенной, ну, несмотря на такую форму, ну, пойти и попробовать так, как он предлагает. Ты начал путаться сейчас в конце, пробовать задать вопрос и начинаешь путаться, где проскальзывает доля истины, но которая главной не звучит сейчас у тебя, а останавливаешься на неглавном. У тебя сейчас начало проскальзывать очень важный момент такой, я тебе сейчас напомню. Ты сейчас пробовал сказать, попробуй заглянуть в суть того, что предлагается. Так, конечно же, прежде надо уяснить, почему человек предлагает. А ты больше говоришь о форме, как оно подано. Не важно, как подается. Если подается правильное, то смутиться от формы подачи может только глупец, который не видит сути подаваемого, ценности не видит, которая ему вручается. Если вы хотите есть сильно, вы жаждете попить, какая разница, каким образом подадут вам эту воду? Плеснут ли вам как-то, или бросит под ноги что-то? Если вы жаждете, вы схватите употреблять, вы жаждете этого. Вы не будете ковыряться. А чего это ты мне бросаешь? Ну, ешь сам. Я не буду это есть. Видишь, ты бросил мне тут под ноги. Сразу муж скачает, совершенно не голоден, если он так ковыряется. Ну, не хочешь, не надо. Ну, съест, пускай сам. А ты оставайся с носом. Жди следующей подачи, если она будет. Поэтому, если вы ищете истину, то так и смотрите за ней. Присматривайте, выискивайте ее. Не на форму, как она подается, а сразу высматривайте ее ценность. Чувствуете эту ценность. Жаждете ее. И берите быстрее. Неважно, как она дается. Берите прежде трепетно, с благовением, с благодарностью. И вас не должно интересовать, как она вам была подана. Вам ждана была истина, бесценность какая-то. Ну, так, будьте радостны. Вот поэтому, как бы не подана была какая-то ситуация, как ближний это не сделал. Ведь он сделал от чего-то это. Его нельзя подразумевать, что он враг ваш. И старается вам навредить. Он за что-то переживает. Что-то по-своему как-то осмыслил. Его это смущает. Он видит, что это пробел в вашей жизни. Совместной. И он хочет как-то по-другому к этому подвести. Но он опирается на какие-то выводы. Просто от бестолковости своей внезапно проснулся и решил так сделать. Нет? На каком-то выводе? Значит, об этих выводах вы можете его переспросить. Не придраться, почему он это дал так, в такой форме. А что он? Что его смутило? Почему ему решилось поменять ситуацию, которая до сих пор у вас была? Чем она его не удовлетворила? Все, вы можете побеседовать ее. Опять же, понять, что же хочется ему сделать. Может быть, вы еще более интересное решение уже сами предпримите в этом смысле. Вот. Смотрите всю эту суть. И пробуйте. А правильно ли понимание, что если все приходят подготовленные, а один по каким-то причинам не подготовился, то это разрушает общую какую-то атмосферу и среду на собрании? Является ли это так важным? По каким-то образом, ты говоришь, неподготовленные. Значит, есть уважительные причины, а есть и неуважительные. Так надо ли человека, который по уважительным причинам не подготовился, гнать в собрание, чтобы он не разрушил единство семьи? Получается, ну как? Нельзя так гнать, конечно. Но, конечно, человек, когда не думал об каком-то одном направлении, в котором уже все остальные думают, направляют свои какие-то усилия внутренние, психические, мыслительные, то он в какой-то мере выпадает из этого потока, если он на эту тему не думает. Но воспринимать его как разрушителя будет неверно. Если тем более это уважительная причина, значит, надо ему помочь втянуться в эту ситуацию и позволить идти рядом с собой, этому человеку. И другое дело, если он по каким-то другим причинам не стал этого делать, тогда уже надо посмотреть, почему ему не захотелось. Может быть, он не увидел это разумным, нормальным и попробовал сделать по-другому. Может быть, просто из вредности не захотел, только потому, что это не его идея, а другая идея, чужого, другого человека. Бывает такая вредность. Если кто-то другой предложил какую-то интересную идею, вам она не нравится, только потому, что он предложил, а не вы. Ну, и таких глупостей полно всяких. Вот тут уже желательно порассуждать, почему человеку удалось так выпасть из общего состояния. Но это все-таки имеет место, да, если... Но в творческих усилиях, которые прямо не оговорены учителем, допустимы самостоятельные решения. Тут нельзя быть таким строгим, как будто вы сами какую-то истину установили, и теперь требуете от ближних этого четкого исполнения этой истины. Тут уже быть осторожным. Учитель, а правильно я понимаю, что не важно, как человек подготовился или по каким-то причинам не смог подготовиться, важен конечный результат, что все придут к одному пониманию в конечном итоге? Ну, опять ты говоришь, ты сейчас опроверг то, что мы до сих пор говорили. Не важно, как он подготовился, по каким причинам. Я уже сейчас обстоятельно тебе показал две разные причины и важность их. Ты их перечеркнул. Не важно, как он подготовился или не подготовился. Нет, это важно. Но, конечно, важно в конечном итоге, опять же, с другой стороны, что все вместе вы придете к одному пониманию. Это, конечно, хорошо. Но это уже немножко два разных таких момента в вопросе. Нужно ли быть посмелее в составлении семьи? Вот у меня... До какой поры? То есть, сделав что? Опять, переходим к действиям. Смелость это внутренние ощущения какие-то, ты говоришь. Про действия говорим. Можно ли сделать так-то или так при составлении семьи? Вот у меня девушка жила, и она мне предлагала, ну, чтобы я уже взял жены. А я отказался практически. Ссылаясь на то, что у меня нет любви, я пока не собираюсь без любви составлять. Можно ли так не составлять, да? Да можно, конечно, не составлять семьи в этом случае. Но потом, собственно говоря, я начал сомневаться, что, возможно, я ошибся, потому что очень редко бывает встречаются на своем пути жизненном таких людей, и... Редко, хорошие люди встречаются. Да, да. Это верно. Встречаются. Вот. И я уже просто-напросто начал осознавать, назад не вернуть, и... Если назад не вернуть, то теперь нет смысла эту тему трогать. Но в будущем будь опять внимательным. Вдруг подвернется уже нехороший человек, а ты сразу не разбираешься, только он намекнул про семью, ты сразу тут же схватил ее и все, говоришь, конечно, конечно, все, я больше не повторю такой ошибкой, которую делал раньше. Быстро выскочил замуж и на другой день думаешь, как бы теперь развестись, что я наделал, вот это да. Кто мне попался? Ясно. Ну, в данном случае, вот допустим, я просто опасаюсь, что я очень сухо отношусь к тому. Возможно, поэтому ты найдешь то, что заслуживаешь. Верно. Но так нельзя будет, понимаешь, нельзя будет подобрать вам то, что вы мечтаете иметь. Вы ведь должны по жизни находить то, что вы заслуживаете. То, что вам надо действительно. Поэтому сейчас нельзя дать вам какую-то схему, как бы вам не прогадать вот такой получается оттенок. Вы задаете вопрос, как бы не прогадать в выборе своей пары. И услышать от учителя подсказку, чтобы вы нашли, так уже точно, вот это дело, вот это настоящая жена или там муж, вот это учитель подсказал, ну здорово, я отхватил там, или отхватил. Чтобы так не получилось. Конечно, надо быть внимательным. Как ты почувствуешь? Если пока это не чувствуешь, то, ну ладно, пока не составил. Это не ошибка. Так вот отвинить себя уже нельзя в этом случае. Не любишь, не почувствовал, ну и ладно. Потому что в этом случае может быть очень серьезная проблема, когда вы начнете жить очень близко, доверяться очень полно друг другу. То есть, если какие-то нюансы, чувственные ваши, не были близки друг другу, как-то не расположены были, чувственные, то это может очень сильно, ну, опротивить. Вот так можно такое слово сказать. И очень быстро. Вот оно это, тогда уже ты не будешь знать, как теперь с этим расправиться, с этой ситуацией. Она будет как будто в тупике. Ты взял ответственность за человека, бороться его не должен, как будто бы. Но ты чувствуешь, что ты не в силах двигаться к нему навстречу больше, как к другу. Просто не в силах окажешься. Поэтому однозначно нельзя к этому подходить. Вот так очень просто, что вот даже если не любишь, но понимаешь, что хорошо было бы этого иметь человека рядом, это не значит говорить о том, что будет удачное воссочетание. И все равно надо чувствовать, уметь глубинно ощущать, что именно этот человек действительно должен быть рядом с тобой. Ты хотел бы ему довериться, но это на уровне чутья идет. И если ты это не почувствовал, ну ладно, не бойся, что ты пропустил его. Значит, пока он тебе не нужен. Может быть, он действительно хороший, и тебе придется найти гораздо хуже. Это не страшно. Ты найдешь то, что очень нужно тебе. И то, что нужно тому человеку, которого ты найдешь. Ведь ему будет нужна твоя помощь. Если он окажется слабее тебя, и тебе придется его тащить, значит, тому человеку должен был кто-то помочь. Будешь помогать ты. Конечно, он принесет трудности. Но ты, значит, какое-то время, которое тебе будет дано в этом случае, ты попробуешь помочь ему. И это уже замечательно. Поэтому не старайтесь искать угодный эгоизм, потому что это даже опасно будет для вас. Вы ищите то, что будет удовлетворять ваши пожелания, но вы просмотрите все свои пожелания, нормальны ли они вообще. Может быть, там какой-то пункт и нормальный, но в большинстве своем, когда мне приходится сталкиваться с вашими проблемами, они касаются совершенно ненормальных ваших пожеланий. Они настолько ненормальны, что просто комически выглядят. Это какое-то психическое отклонение. Можно сразу сдать диагноз. Но этого так много. И если вы будете желать ближнего такого, который будет удовлетворять ваши желания, но вы найдете такого же больного, как же вы поможете друг другу, нельзя будет это находить. Поэтому будьте осторожны с желаниями. Прислушивайтесь читьем своим. Если ну никак-то совсем не ощущается, ну ничего, ничего, пройди мимо. Не сожалей об этом. Нормально. Я имею в виду полегче относиться, потому что... Полегче это что? У меня очень выработана установка то, что составляние семьи это должно быть что-то надежное, что должно там чуть не навекать. К этому относиться надо серьезно, конечно же. Ведь ты берешь в друзья человека, которому хочешь довериться и которому позволяешь довериться себе. Тебе именно повериться. Довериться. То есть ты не игрушку убираешь. Этот человек может тебе довериться, окажется очень слабым, но он не видит защиты больше ни у кого, кроме как у тебя. Он тебе открылся, доверился. И тебе надо суметь понести эту ношу до какой-то поры как ты вообще в состоянии это делать. Вот когда уже исчерпаешь все свои силы, тогда будет видно, да, пришло время теперь поменяться вам. Отправиться одному в одну сторону, другому в другую сторону, потому что тот оказался уже не по силам. Но ты уже не должен торопиться оставить этого человека. Как бы ни была тяжела эта ноша. Поэтому опять же все сведется к чутью. Нельзя здесь какую-то установку еще дать легко или тяжело или это очень образные подсказки. Под ним подразумевать можно все что угодно. Именно на чеке. Но это серьезное дело таинства семьи. Потому что там ведь появятся дети. Это еще большее переживание. А как тогда потом легко расстаться друг с другом, если ребенок просит и папу, и маму быть рядом? Он же привязан к вам. Это будет разрывать твое сердце, когда ты будешь понимать, что где-то вы не можете никак вместе жить. Но тогда осознание того, что ребенку будет от этого больно, это будет терзать твое сердце. Это серьезная ноша, семья. Поэтому, конечно, к этому надо же относиться ответственно. Не торопиться в этом отношении. Я к тому, что смелее, потому что брать человека и потом уже смотреть, что получится. То есть уже не ждать, пока появится надежный человек, с которым... Нет, конечно. Если ты ориентируется будешь на ожидание надежного человека, чтобы сразу ощутить, что это самый надежный для тебя человек, нет, это будет ложная установка. На это ориентироваться нельзя. То есть вообще можно в принципе полегче относиться? Я имею в виду, вот первый попасть в человек благоприятный, который видишь действительно... Ты должен почувствовать. Ты должен расположиться своим отношением чувственным к нему. То есть почувствовать, что это дорогой тебе человек. Что он какой-то очень родной, какой-то особенный. Вот это ощущение какое-то, которое нельзя будет выразить еще более конкретно, его нужно ощутить. И тогда смелее делай шаг. Пробуй его делать. Если это твое, оно будет твое. Если оно не твое, то разные обстоятельства сломают ваше движение друг к другу. Ясно. То есть уже можно как бы смелее как бы двигаться, то есть вот... Поменьше установок. Здесь поменьше нужно установок. Главное внутреннее ощущение, чутье. То есть этого достаточно? Просто можно всю эту волокиту насчет там, как бы, то, что мы читаем обычно, это все отодвигать перед чувствами. Ну, сейчас ты это немножко обобщил. Я не знаю, что ты читаешь. Вдруг ты последний завет постоянно читаешь, и я скажу, да ладно, отодвиньте все это читаемое. Ну, я имею в виду то, что когда ты чувствуешь, ты все равно полнее видишь, нежели ты... Ты ощущаешь то, что действительно нужно для тебя. Ты будешь только это ощущать. Не в принципе в каком-то, насколько идеален тот или иной человек, а то, что важно именно для тебя, не для какого другого человека. И вот это ты должен будешь ощутить. Это никак не напишешь. То есть это уже достаточно, да? Да. В принципе, можно отодвигаться. Спасибо. Если женщина предлагает посмотреть у нее фильм в отсутствии мужа, но у нее есть ребенок в школе учится, то могу ли я, не согласовываясь с мужем, прийти, хотя она говорит, все нормально. Не понял. Прийти в гости и к женщине посмотреть кино, видеокассету в то время, когда ее мужа нет. Муж в отъезде. И у нее... А она собирается смотреть. Да, и она меня приглашает. Да так-то можно прийти. Еще спасибо. А ты переспроси у мужа тоже. Побеспокойся о его состоянии. То есть пока не переспрошу, лучше к ней приходить. Ну, в первый раз ты можешь не переспросить, если явно не получилось. Но потом-то ты же все равно увидишь, или он надолго поехал. Ну, иногда появляется. Ну, значит, ты успеешь переспросить уже, прежде чем второй раз пойдешь. А вдруг он там взъерошится весь, покраснеет, надуется, и вены на лбу выступят. Сразу поймешь, что ладно. Нет, так нет. Чтобы он не лопнул нечаянно. И отойди подальше сразу. А вдруг все-таки лопнет. Так-то нормально, конечно. Если у вас дружеская семья, то тут ничего такого нет. Как нарушение нельзя рассмотреть это. А вот очень часто приглашают замужние женщины в гости. Причем, собственно говоря, получается, что не уверен, какие у них отношения в семье, и вообще благоприятно ли туда сходить. Собственно, можно ли так просто попробовать уже сходу прийти по пригласению? Ты пригласили в гости, ты не знаешь ни мотивов, ничего не знаешь, почему это происходит. Ну, конечно, ты можешь загнуть в гости. Кто-то зовет, ты предполагаешь, что может быть нужна какая-то помощь. Ты приходишь, чтобы оказаться полезным. Но дальше по событиям все будет видно, по какие действия начнут приниматься. И ты дальше будешь уже думать, а надо ли действовать, так-то или так-то, в том-то или ином случае. Ну, это уже отдельный предыдущий. А нужно ли здесь уже искусственно дополнительно рассматривать, то есть, какие у них отношения с мужем и как бы случайно ли я что-то там не перегнул их отношения? Ну, можешь, конечно, посмотреть. Можешь. Ну, надо быть осторожным, чтобы вы сразу не ударились на неизвестном поле в негативной догадке. Они легко могут возникать. Можно с наивным лицом пойти вперед, думая о хорошем. Может быть, нужна твоя помощь. Может быть, ты можешь оказаться полезным, что-то подсказать. Может быть, кто-то поудастся подставить лечо где-то кто-то пошатить на цена. Пожалуйста. То есть, как бы, потому что меня, когда приглашают в гости, я обычно, ну, собираю сведения, смотрю, то есть, насколько это благоприятно. Вот так уже своя ведет. Ну, типа того, то есть. И потом, когда я уже вижу, что, в принципе, нормальное положение с мужем, то, в принципе, как-то уже можно автоматически с ними подружиться. так неверно. Так суховато слишком. Можно полегче, да? Получается, торопишься бояться и сразу пробуешь вычислить, насколько там та или иная опасность присутствует. Нет. Ну, прийти в гости это нормальное явление. Прийти к друг другу в гости. То есть, без всякого, без всякой там додумки можно смело делать. С хорошей мыслью прийти в гости. А дальше уже будет видеться. К чему тебя пригласили в гости? Чтобы сделал что? И вот тут ты начнешь, замечая эти предложения разного рода, которые могут к тебе быть направлены в виде намеков, слов, действий. Ты уже дальше решишь, а правильно ли будет тебе действовать так-то или так-то. И ты же появляешься в доме человека, вот есть возможность принести что-то ему в помощь, чего у него на данный момент может не быть. А так ты заранее определишь, нет, там опасно, вдруг меня там свалят, нагромоздят на меня что-нибудь и потом будут ругать в этом смысле. То есть это... Не спрятался. Нет, конечно, так будет неверно думать. То есть это мой страх здесь просто, наоборот, играет? Да, впереди идет страх. Это неверно. А, спасибо. Тут смело можно в гости идти. Если приглашают в гости, не додумайте ничего плохого, идите. А вот там вы покажете то, что нужно вам принести, полезное для этого человека. Если кто-то тебя как-то извращенно рассматривая твою личность, пригласил к себе и начинает принимать какие-то действия, ну, на твой взгляд, ненормальные, значит, в какой-то мере он прежде верит, что ты поддашься на это. Ведь он для этого тебя и пригласил тогда, получается. И одно то, что ты не поддашься и начнешь просто правильно объяснять, показать человеку сможешь, что в данном случае это неуместно, неверно будет. Это есть замечательная возможность в качестве примера показать, что не все такие люди, которых представлял до этого этот человек и как он их представлял. ему казалось, что может быть не только ты, но и любого другого, кого он позовет, отлегка поддастся на какой-то соблазн. А оказывается нет, ух ты, вы оказывается сильно это и не подаетесь еще на соблазны. То есть, есть возможность хорошая, как правильно надо в этом случае себя проявить. И как он должен себя вести, этот человек, если тебе будет возможность ему что-то сказать. Это хорошая возможность, но это будет потом, когда ты уже непосредственно столкнешься с вероятным соблазном, который в этом случае может проявиться. А может быть, его и не будет. Ну и замечательно. Но тут не бойтесь. Все. Пока хватит. Желаю счастья. О, источник благостей, неиссякаемой мудрости, не подскажешь нам о том, что значит творит духом. Что такое творит духом? Ну, это прежде всего входит в ваше пожелание. Усилия, мысли, психики. Больше думать о хорошем надо. Верить в хорошее. Это и есть творит духом. Вы же сначала думаете о том, что сделать. По крайней мере, должны думать. Это уже преддверие таких более серьезных, более широких действий. Когда уже своими руками, словами начнете что-то воплощать. но делание начинается уже с мысли. Поэтому это самое главное, что надо обязательно отточить в себе. Что хотите, то и будет. Поэтому что именно хотите? О чем проявляется ваше желание? Ну, вот над этим и надо поработать. Если трудно жить, если много трудностей, это прямой показатель того, что это реализуются не те желания. Поэтому вы творите вокруг себя пространство и приехали вы сюда. Прежде всего, создать вот священную основу в духовном смысле. Сумеете ли вы телом еще многое отстроить красиво? Это второе. Будете ли вы хорошими огородниками? Это хорошо было бы, конечно, потому что выживать надо, но не это главное. Чем больше вы увлечены этими темами земными, тем меньше вы забываете о главном. Для чего вы приехали сюда? Мы приехали сотворить святыню в духовном смысле. Ваши мысли должны были соединиться и уже в этом состоянии начать изменять вокруг пространства. Но прежде всего изменять пространство этой земли. Чем больше вы бы работали в этом направлении, тем шире становилось бы это очищенное пространство. Оно начало бы сильно влиять на окружающие потоки энергии, мыслей, которые вас окружают. поэтому прежде всего священное место – это место, где думают о Боге, где стремятся Божьего платить, где желают доброе. Вот тогда это начинает сразу ощущаться. Это целительная среда. в ней мало кто может заболеть, если только сам не устремится заболеть. Если болеете, значит, среда не та. Значит, больше сами стремитесь болеть. Так что творить духовно – это то, чем вы призваны заниматься прежде всего. Ну а дополнительно, конечно, надо еще и тело накормить, детей накормить, в школу их отправить. Но это дополнительно. Поэтому ваша задача – вот это не потерять все свои силы на этом сосредоточить, творить молитвенное пространство вокруг себя. в основном, оно приложится неизбежно. Но если вы будете увлекаться только материальными, земными делами, то нельзя бы сказать, что духовное приложится. Да, у вас будут хорошие огороды, у вас могут быть немало достижений в искусстве, в ремеслее, но духовное не приложить туда. Так само по себе оно не приложится. Поэтому духовное надо развивать, надо творить. Ну а тут сами себя и спросите, о чем вы думаете каждый день? Что прежде всего вас беспокоит? Как вы относитесь друг к другу? Потому что просто рассматривать духовное безотношение друг к другу тоже нет смысла. Оно больше будет свозиться просто к пустословию. Когда болтают о многом, о большом, а в делах ничего нет Божьего, и ничего большого нет. поэтому давайте делать, не забывайте о главном. Там немало пробелов, немало слабостей проявлено. Это надо решать. Женщина служит мужчине, а мужчина служит женщине? то есть критическую так можно говорить или он служит Богу? когда мы начали затрагивать эту тему, что-то, конечно же, мы успели проговорить, но все нюансы предусмотреть сразу же трудно. Да и оговаривать их нет смысла до тех пор, пока человек не соприкасается с какой-то конкретной проблемой. Поэтому, конечно же, только по мере развития разных событий, времени, в которых вы участвуете по своей жизни, стараетесь сделать все правильно, уже могут выявиться какие-то проблемы конкретного характера, где естественно будет требоваться дополнительное пояснение. И когда я говорил, что мужчина прежде всего это тот, кто прокладывает путь, а женщина стремится служить ему в его служении жизненном, торопится быть ему другом, посвящая свои интересы его интересам, учась жить в этом единстве и помощи. Конечно же, здесь проговаривая прежде всего эту часть истины, ведь я не подразумевал, что мужчина вообще может не обращать внимания на женщину и как-то устремляться к ней, а только лишь служить Богу и выстраивать свой творческий путь. Конечно же, единство предполагается в любом случае, двое ли соединяются, вообще ли вы вместе здесь приезжая на священные или даже приезжая для сотворения священного, края, места своего пребывания служения Богу. Единство предполагает совместное усилие идти навстречу друг другу. Нельзя построить единство, когда один к одному или к обществу стремится, а все остальные к этому одному или к какой-то группе людей не стремятся. Единство предполагается, когда все стремятся к друг другу, когда независимо от объема, количества людей, пытающихся создать единую семью детей Бога, они все должны устремиться к друг другу. Тогда образуется настоящее единство. Поэтому если мы затрагиваем природную семьи и говорим о женщине как о той, кто служит строителем пути, то обязательно предполагается, что мужчина тоже устремляется к женщине. Он тоже раскрывается пред ней, он же доверяется ей и старается всячески ей помогать, она же его друг. Значит, он старается учитывать какие-то ее интересы. Если я говорю, что прежде женщина стремится где-то даже пожертвовать своим интересам, во имя интереса ближнего, ее избранникам, мужчины, то, конечно же, и мужчина должен быть уважителен к интересам женщины, он должен бережливо относиться к тому, что может ее интересовать и по возможности ей идти навстречу, потому что нельзя сказать, что нормальное служение женщины, это когда она закроет глаза на все собственные творческие устремления. Это будет неправильно. Это может сильно погасить ее жизненную, жизнеутверждающую силу, и это будет негативно сказываться на их совместном проживании. Поэтому это, конечно же, говоря о служении каком-то. теперь вы должны понимать уже с дополнительной подсказкой, которую я сейчас оговариваю, соприкоснувшись с вашими отклонениями в каких-то пониманиях тех или истин на тему взаимоотношений мужчины и женщины. Я надеюсь, сейчас у вас сгладятся какие-то шероховатости на эту тему, возникающие в вашей собственной жизни. Но если они вновь проявятся с какой-то иной стороны, я опять же готов буду дать еще какие-то подсказки, пояснения. Но любить друг друга это всегда стараться понять друг другу и попробовать помочь друг другу. Это касается всех одинаково. Нормально ли, что у жены пропадает желание интимной близости и желание иметь детей от мужа, при том, что муж, диктуя ей конкретный коммерческий подход к творчеству, запрещает ей реализовывать себя в творчестве, в живописи так, как она видит и хотела бы. да, конечно, это естественно. То есть уже из того, что я говорил до этого, и уже успел упомянуть, что это может негативно сказаться на жизнеутверждающих особенностях женщины, это и есть результат, который сейчас был упомянут, именно этого угасания жизнеутверждающих качеств, потому что всё, что связано получается с рождением детей, а это порождение новой жизни, она, это таинство начинает гаснуть, потребность в нём. Это неправильное отношение прежде всего мужчины к женщине. Здесь надо быть тоже внимательным, хотя я не говорю эту как однозначную истину, потому что вполне может быть это связано и с тем, что где-то и женщина перегибает в своих требованиях и своим же собственным требованием гасит себе эти жизнеутверждающие начало качества. Но учитывая заданный вопрос, конечно, такое вполне может быть. Правильно ли я понимаю, что при взаимном чувственном тяготении друг к другу мужчины и женщины не должны торопиться соединяться в браке без чёткого обоюдного осознания целей и намерений, для чего они соединяются, куда идут вместе и во имя чего, или достаточно того, что они любят друг друга и считают себя верующими? Затронуть эту тему, так как был задан вопрос, будет непросто, потому что мера понимания вашей собственной жизни, как вы её понимаете, как вы её видите, она у всех у вас разная, поэтому для кого-то какой-то взгляд кажется вполне серьёзным, а для кого-то тот же самый взгляд может показаться несерьёзным, поэтому всё зависит от внутреннего опыта, и когда мы говорим с вами, что лучше, конечно же, хорошенечко понять друг друга, насколько это будет возможно, за какой-то, может быть, даже небольшой период времени, понять то, для чего хотите посвятить себя друг другу, потому что это всё равно будет касаться и того, и другого человека, и мужчины, и женщины, а не когда только лишь осматривается, что женщина посвящает свою жизнь мужчине, а он как будто бы не думает на эту тему, взяв ответственность за женщину, он уже тем самым посвящает и свою жизнь ей, поэтому, конечно же, хорошо уметь более-менее разумно осмысливать эту серьёзную ответственность, потому что взяв её дальше, надо уметь отвечать за ношу, который вы принимаете на свои плечи. Не торопиться, значит, уже вы должны отказаться от неё, как бы неожиданно не показалось, она тяжела. Вы уже должны будете всё попробовать сделать от вас зависящее, чтобы выправить положение дел, на ваш взгляд, пошатнувшееся. Вы должны разрешить эти попробовать проблемы, терпеливо, подходя с разных сторон к решению этой темы и проблем, которые между вами возникают. Но и только лишь тогда, когда переходит уже ваше взаимоотношение в разряд того исключения, где уже просто не видится возможным дать какую-то ещё подсказку, вы оказались бессильны решать проблему, а она приводит к ещё большему какому-то осложнению ваших взаимоотношений, ну, тогда уже, конечно, можно и дать другого рода подсказку о том, что в данном случае, конечно же, вам уже нет смысла прилагать усилия к совместному житию дальше. Но это должно быть что-то исключительное, когда уже подходя к этому вопросу вы действительно могли твёрдо внутри себя признаться, что вы сделали действительно всё от вас зависящее и силы вашей исчерпаны. То есть вы дальше не можете ничего уже сделать. Но скажет ли этот вывод ваша мудрость, то есть действительно, когда вы очень мудро и полноценно проявили свои качества, или скажет это ваша ленность, трусость, или ещё какая-то негативная черта. Но тут уж не дать никакой рекомендации, по которой можно это точно будет определить. Вам искренне надо учиться это взвешивать самостоятельно и, соответственно, конечно, получать те плоды, которые вы же и садите. Поэтому жизни нельзя научить, дав очень точные рекомендации по всем случаям жизни. И давая даже, казалось бы, точную рекомендацию, её трудно дать с учётом всех отклонений человеческого сознания, которые существуют на данный момент. Потому что одну и ту же подсказку вы воспринимаете с большим разнообразием, порой даже с тем пониманием, которое совершенно не подразумевалось подсказке, и даже с тем пониманием, которое даже противоречит данной подсказке. Но вы искренне воспринимаете своё собственное умозаключение как правильное, естественное. Поэтому эта задача очень непростая. И всё, как правило, сводится к тому, что учитесь жить, делая собственные шаги. Делайте, взвешивайте, анализируйте, но делайте смело шаги и дальше. Учитесь греху, он прежде всего там, где вы хотя бы немножко в сознании успевали отметить какой-то поступок как неправильный. Но всё-таки делали этот поступок. Потом начинается греховное проявление. Уже какая-то часть вашего сознания понимала, что это нельзя, но всё-таки вы нашли какие-то ненормальные, естественные в этом случае оправдания, что сделать это как будто бы надо. Но это делать было не надо. Должно было найти какие-то другие решения. Вот тогда это уже разрушительно действует на вас. Если вы же делаете искренний шаг, действительно считая, что это правильно, то это нельзя назвать греховным поступком. Это происходит естественно нормальный процесс познания мудрости жизни, обретения опыта, который только лишь и может умножить ваше духовное богатство. Без опыта жизненного духовное богатство не умножить. Можно умножить знания в сознании вашем. Ваша голова может преисполниться многих каких-то понятий, которые вы умудрились запомнить в тот или иной период времени, но от этого не приобретается духовное богатство. И когда вы покинете свое тело, знания, которые вы приобрели с сознанием своим, но которые не переработали с духовным опытом, они утратятся вместе с растворением этих энергий, связанных с вашим сознанием, природных энергий, в информации Земли. И все. Это у вас исчезнет. Когда душа пойдет дальше, эта информация может уже отсутствовать. Поэтому важен духовный опыт вашей жизни, чтобы вы старались сделать как можно лучше, старались это сделать искренне. И очень важно, чтобы вы не обращали внимания в этом случае, как делают это другие с той позиции, когда вы прежде всего на самом деле сейчас наиболее склонны следовать негативному проявлению ближних, то есть их слабостям. И в проявлении слабости ближних вы находите какое-то глупое оправдание тому, чтобы сделать и собственные аналогичные слабости. думая, что ну они же сделали, они же поступают, и вам естественно хочется как-то очень своеобразно во всем этом участвовать, но уже не поистине. То есть пока у вас происходит очень большая зависимость от того, что делает ближнее. А вы должны учиться жить по-другому. Прежде всего отвечать за свои собственные шаги, и независимо, что бы не делали ближнее. если вы понимаете, как надо сделать правильно, так делайте. Вы должны это делать обязательно. Как бы не грешили ближние, как бы не лицемерили они, вас особо не должно это волновать. Это печально может быть, но не заостряйте свое внимание на этом, потому что ближних вы не переделаете своим собственным желанием. Переделать человека можно только его личным опытом, но его этот опыт может человек приобрести только сам, когда пожелает и устремится делать правильные шаги. Его нельзя заставить это сделать. Поэтому позвольте ему делать так, как он умеет. Вы все в какой-то мере одинаковы. Вы все одинаковы в какой-то мере. Ищите Бога. И, конечно же, вы найдете все Его. В разный период времени вы по-своему будете находить ту или иную истину и уже изменяться, созревать до этого уровня и становиться соответствующими требованиям гармонии. Но это будет в разное время происходить. это нормально для вашей жизни. Значит, и позвольте друг другу в разное время к этому приходить. Не трясите друг друга как грушу. Заставляют вместе с собой изменяться так, как вы способны изменяться. Потому что ваш брат в чем-то может сложнее воспринимать какую-то истину, которую сейчас вы воспринимаете, но в следующем каком-то этапе времени какую-то уже следующую истину, которую вы будете сложно воспринимать, он воспринимет быстрее. И если на все взглянуть в целом, получится, что вы приблизительно одинаково двигаетесь. Поэтому не торопитесь себя сравнивать с ближними и сравнивать с собой. Я объяснял вам уже, процесс сравнивания связан прежде всего со страхом вашим, вашей собственной неуверенностью. Это соревнования. Это негативное проявление человека. Не надо соревноваться друг с другом. Отвечайте за свои собственные шаги. Будьте готовы подсказать ближнему, если видите явно какие-то накладки серьезные и знаете, что он тоже стремится все понять, разобраться, тогда, конечно, пробуйте подсказать, найти возможность пообщаться, прийти к какому-то одному пониманию, но пусть прежде у вас проявляется желание взять понимание для себя, не дать его кому-то, а взять для себя. Чаще приходится встречаться с тем, что вы носитесь с переживаниями дать кому-то подсказку, что кто-то никак не берет ее у вас, и вы переживаете за них якобы так справедливо, вы хотите им помочь ближним, но никак вам не удается это сделать, и находитесь на самом деле в ненормальном переживании, это эгоистическое переживание, оно ненужное для вас, и оно никак не прибавит духовного ценности, каких-то богатств вам, оно наоборот приведет вас к обмещанию, вы окажетесь нищим духом, вот так вот ненормально беспокоились друг о друге, поэтому вот эта тема очень непростая, и, конечно, надо ее обязательно постараться понять, иначе одни лозунги у вас получатся, в которых вы как будто вы видите свою любовь к ближним, но на самом деле любви там не будет, там прежде проявляется ваша любовь самим себе, так что эти темы давайте внимательно осмысливать продолжайте и по возможностям будем их трогать с разных сторон через какие-то дополнительные конкретные ваши вопросы правильно ли мое понимание, что если мужчина женат, но испытывает одностороннее чувство к другой женщине, то третьей женщине будет неправильно организовывать их встречи, просить сделать совместный труд, мотив дать возможность реализоваться чувству мужчины. Конечно же, ни в коем случае никто не должен искусственно создавать условия встречи женатого мужчины с другой женщиной. Это очень ненормальное явление, потому что это будет относиться к той области, где как раз сами женщины и боятся решать эти вопросы получается не безосновательно, не доверяя своим подругам склонным на что-то аналогичное. Поэтому будьте внимательны, когда стараетесь понять заповедь уважения любящих, стремлений помочь любящему как-то реализовать свои чувства. Потому что бывают уместные проявления, а бывают конечно вполне они можно сказать очень неуместные, будут очень неправильные усилия с вашей стороны. Поэтому будьте осторожны здесь. Если женатый мужчина проявляется в чувствах какой-то женщине, самое правильное это когда жена сможет сделать какие-то усилия. Если она увидит, что она хотела бы, может и видит мудрым это сделать, но никто больше не должен пролагать этих усилий. Тем более сам мужчина. Потому что до сих пор встречаются такие накладки, которые прежде показывают слабость довольного человека, неправильное понимание тех истин, которые уже неоднозначно неоднократно мы трогали ранее с вами. Поэтому будьте осторожны и внимательны в этом случае. Потому что тем более что природная любовь, я уже объяснял вам, это очень своеобразное чувство, исключительно больше природного характера. Поэтому оно очень сильно обостряет эгоистически ваши особенности природные и там легко можно перейти границу духовных ценностей, уйти за пределы допустимого. Это будет уже разрушительно связано с вашим духовным миром. поэтому будьте осторожны, лучше много раз переспросите на эту тему, прежде чем предпринять какие-то усилия, если точно вы ими не владеете. Правильно ли мое понимание, что деньги и денежная система это несколько разные вещи и соответственно отношения к ним разные. Например, это касается Советского Союза, там была просто зарплата как плата за труд, а расставщичество банковской деятельности и коммерция считались наказуемыми уголовными деяниями. И верно ли понимание, что расставщичество в наибольшей степени и коммерция в несколько меньшей степени как раз являются ключевыми пунктами уничтожительной для человечества программы? Что бы в Советском Союзе раньше ни было, денежная единица все равно она участвует во всей мировой системе денежной. Она никак не отдельно находится. Поэтому если однажды было сказано, что Божья имамона это находится в разных направлениях, так оно и остается. Это истина. И чтобы вам научиться выйти из-под этой зависимости, вам надо много-много суметь сделать правильно. Просто кричать, что деньги зло и ничего не делать к тому, чтобы вывести свою жизнь из-под этой зависимости, это просто уже будет так несерьезно, потому что вы сами же себя загоните в очень сложнейшие условия. Это хорошо было бы говорить только с какой-то очень узкой группой людей, самоотверженных личностей, с которыми, конечно, можно уйти в тайгу, построить какой-то скит, есть коренья, пить ключевую воду и отлично пребывать на лоне природы. Ну, там это еще как-то допустимо было бы. Но вы строите общество, где надо воспитывать детей, где надо уметь поддерживать немощных пожилых своих собратьев, где вообще развивать нужно культуру, где надо уметь творить много произведений искусств. Мы говорим о жизни, где немало должно быть у вас производства открытым между собой, в ваших взаимоотношениях друг с другом. Поэтому если раньше цель ставилась и оговаривалась, что вы должны научиться выйти из-под этой зависимости, то мы и оговаривали, что вы должны прежде поставить достаточное количество мастерских. Их должно быть много. Это должно быть десятки кузнец, это должно быть десятки гончарных производств, десятки ткацких производств. То есть очень много, 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 где производят то, в чем вы нуждаетесь. И тогда взаимообмен, который вы можете сделать друг с другом. Он сделает вас способными не зависеть от денежной единицы. То есть тогда и можно будет говорить о чем-то наиболее благоприятном вашем проявлении на этой земле. Но этих мастерских не было сделано. Если они есть, то это очень мало, это крайне незначительно. А жизнь идет, время движется, вы меняетесь, меняется ваше материальное благосостояние. Нередко у вас очень сильно возрастает нужда, потому что что-то исчезает из того, что раньше вы могли пользоваться, но со временем это исчезает, но вы не можете этим пользоваться. И получается масса непростых обстоятельств, которые уже начинают задавать сложность большую, отчего и возникает потребность подтолкнуть некоторые обстоятельства в вашей жизни, задать движение в каких-то уже производствах, которые могут некоторые обстоятельства разрешить. Хотя они не должны стоять как какая-то большая цель на долгие времена. Эти производства. Но это сейчас мы посмотрим, насколько все-таки таким образом удастся вам помочь. Но если ленность будет проявляться и дальше, и мастерские вы ставить не будете, развивать ремесло не будете, не будете осваивать те умения, которыми вы должны пользоваться, живя на земле, ну, конечно, вам-то там будет чрезвычайно трудно, очень сложно. И если сейчас где-то ставится какое-то производство сейчас, где потребуется зарабатывать, конечно же, то не рассматривать это как не торопитесь сейчас к этому относиться поверхностными умозаключениями. Это не есть, что я вижу наиболее благоприятным в вашем развитии, но это то, что сейчас видится благоприятным тому, чтобы вы не загнали себя в чрезвычайно сложные обстоятельства. Это один из маневров, которые призваны поддержать вас, вернуть к тому, к чему, о чем вы говорили много лет назад, уже можно говорить много лет и еще как-то подтолкнуть эту ситуацию, чтобы вы ее сдвинули в нужном направлении. Поэтому вам надо быть очень осторожными в этом смысле. А занимаясь, участвуя в денежной системе, там есть свои правила, которые надо будет учитывать и относиться к этому разумно. иначе даже если вы будете за это браться, у вас совсем ничего не будет получаться. Поэтому там требуется своя организация, там своя дисциплина требуется. Но это в себе вам придется воспитывать себя. Вы же приехали созидать святыню. и когда я слышу бывает упоминание о переживаниях, удастся ли вырастить урожай, не удастся, получится ли из вас хороший огородник, чтобы выжить ваше тело на этой земле, или не получится это сделать. Это не тот вопрос, которым вы должны быть озабочены. Хотя он надо сказать конечно же важный, потому что чтобы продолжать в течение долгого времени здесь жить, кормить детей, конечно надо уметь выращивать и огород, правильно общаться с землей, с природой, лесом, который вас окружает. Это все важные вопросы. Но правильно работая с огородом, правильно работая с природным каким-то материалом, который вас окружает, вовсе не значит делать священное место, пространство священное. Таким образом оно не созидается. Можно создать красивую деревню, культурно как-то украшенную, улицы ровненькие, все чистенько, тротуарчик отсыпан, песочком или там камушками, цветочки растут. Это все может быть ровненько сделано. Это возможно. Но достаточно ли, чтобы при этом попадая в это пространство сразу ощущается какая-то некая духовная особенная атмосфера? да нет вовсе. Вовсе нет. Заставить людей ровненько выстроить постройки какие-то, это можно и в местах лишения свободы, еще где-то. Просто все ровно. Мы можем знать из истории в условиях построения концлагерей, там бараки стоят ровненько, тоже, то есть везде. То есть это не означает духовная среда, когда все ровно и чисто и аккуратно подметено. Так же и здесь. Это хорошо было бы, чтобы у вас делалось все красиво. Конечно, к этому вы должны стремиться, учиться, пробовать. Но построить священное пространство это когда вы созидаете его мыслями, думами друг о друге, о Божьем, вообще окружающем мире. Вот вы приехали сюда прежде всего не для того, чтобы возделать огороды. Это дополнительно. Это естественно для вашего тела, это пока играет роль какую-то, которую вы пробуете решить вопросами известными уже сельскохозяйственными какими-то орудиями труда и усилиями стратегии какой-то своей. Но вы приехали сюда здесь объединить духовное устремление в своих мыслях научиться думать о хорошем. Когда это мысли только позитивные, когда вы верите в друг друга, когда вы постоянно терпеливо воспринимаете какие-то может быть ошибочные нередко действия друг друга, вы стараетесь понять ближнего, ведь понять ближнего значит разрешить им быть таким как он есть. Это конечно же в какой-то мере переживать по поводу того, как же ему помочь. Может быть так, а может быть эдак. Но вы понимаете, что помощь можно оказать только с течением времени и на самом деле удастся оказать может быть даже небольшую помощь человеку, ведь она только там будет действована, когда он сможет действительно понимать вашу помощь, когда он сможет ее увидеть, когда он сможет опереться на руку, которую вы подставляете. если он не видит подставленную вами руку, он может о ней запнуться, ведь он же не видит, он может сделать неловкое движение и наоборот зацепиться так за вашу руку, что упадет и будет справедливо возмущен, что вы мешаете ему жить. А вы как мешаю, я же тебе помогал, я тут столько времени руку протягиваю, хочу поддержать, а ты тут не понимаешь моей помощи. И получится казус какой-то абсурдная ситуация, где и тот, и тот вроде бы искренне, но говорите о противоположных обстоятельствах. Одному кажется, он помогает, а другому кажется, он вредит такими же действиями. Поэтому на самом деле оказать помощь ближнему это большая такая непростая задача, это серьезное искусство. И навязывать торопиться помощь, это часто будет вредить ближнему. Поэтому можно предложить что-то, надо быть очень осторожным еще, а как это потом сделать, чтобы это действительно оказалась помощь. Поэтому умение уважать друг друга, вера в друг друга, когда вы верите, что ближнему получится, он же приехал для этого, он сейчас попробует сделать так, так, по-другому, ошибется в 50-й раз, но ничего, но все равно где-то у него обязательно пробьет в сознании, где-то озарение возникнет, он поймет эту ошибку. И вы терпеливо ему, постарайтесь опять помочь, не ругайте его, не унижайте его тем более какими-то оскорбительными выражениями, но где-то проявляйте строгость, пробуйте встряхнуть, это возможно, но будьте осторожны, чтобы не навязать свою строгость, когда она не станет методом ваших действий в отношениях ближних, потому что на основе слабости строгость проявить очень просто, как будто бы строгость, но часто это будет уже неуместное проявление, которое больше будет относиться к грубости, к неумелости вашей, а не к любви, не к желанию помочь, то есть учиться помогать надо, и вот от того, как вы думаете друг о друге, как вы при этом уважаете Божья, трепетно к этому относитесь, осмысливаете, касаетесь своими речами, вот так вы созидаете духовное пространство, и вот когда эта энергия начинает формироваться информационно, такая чистая, красивая, вы ее уплотняете своими ежедневными трудами, праведными в этом направлении, вот так созидается священное пространство, которое начинает чистить сначала в место, где конкретно вы действуете, но уплотняясь, она начнет расширяться, расширяться в разные стороны, затрагивая людей, которые в нее начинают попадать дальше от вас, в место пребывания, все дальше, дальше, потом это пространство начнет стягивать сюда негативную энергию, и тут ее перерабатывать она будет, она начнет ее тянуть на себя, то есть ослабляя это пространство на всем остальном пространстве Земли, других обществах, это и есть работа верующего человека, вы ее прежде приехали сюда исполнить, а не сделать сюда хорошие огороды, это не стоит такой важной целью, хотя мы говорим о ней как о жизненно важной, ну, конечно, важной, но если вы увлечетесь земным, забыв о том, что самым главным является у вас, ну, вы не построите священное пространство, но будет еще какой-то сельхозотделение такое в России, вроде неплохие труженики села с высшим образованием, ну, и что, ну, и скоренится ваш род очень быстро, потому что дети ваши уедут, все равно опять поедут познавать городские условия, бизнес и так далее, им интересно будет там, а не здесь у вас, у вас, ваша жизнь, она закончится, ваш пыл, который был у вас духовный изначально, он просто погасится, но замены ему не будет, и вам тогда будет трудно решить уже ту задачу, ради которой вы действительно сюда приехали, поэтому не забудьте о главном, о вот этом создании этого духовного пространства, а это пространство, где хочется жить, это пространство, где хочется творить, там тебя везде поддержат, везде стараются понять, везде стараются взбодрить, вдохновить везде стараются, вот элементы священного пространства, где всегда можно находить успокоение у любого из ближних, прийти успокоиться, пожалуйста, вы поддержите, вы выслушаете, вы скажете ободряющие слова, вы проявите свою веру в человека, и он пойдет окрыленный дальше, творить, и пусть он сотни раз ошибется рядом с вами, терпеливо, позвольте этому сделать, он ищет, он пробует, и он обязательно значит наидет, а вы поддержите, поэтому если применить где-то строгость, конечно, она где-то и будет нужна, но я бы хотел, чтобы вы были очень осторожны в этом смысле, потому что скатиться вам на повышенные чрезмерные требования очень просто, и тогда начнется разрушение, потому что ближний легко сорвется на этих требованиях, начнет творить свои глупости, на которые он сам склонен сорваться, потому что требование ближнего, она провоцирует его собственные слабости, если он слабее, чем вы, тот, кто требует, конечно, он сорвется, обязательно, но виноват будет уже тот, кто требует, а так как он увидит требующий, что ближний сорвался, у него как будто бы еще больше разгорается требования, еще больше что-то от него попросите потребовать, потому что увидит уже реальный какой-то срыв, и так получается замкнутое пространство, разжигающее недовольство друг другом, а вы на это склонны, вы легко поддаетесь на этот соблазн, поэтому чем больше его вы создаете, тем больше вероятности, что вы просто погрузитесь в сплошное недовольство друг другом, это уже опасно, а это уже начало трагедии, поэтому еще раз повторяюсь, не забудьте о главном, ради чего вы сюда приехали, вы приехали создать священное пространство, которое призвано создать нечто очень важное, что до конца вам трудно оценить, осознать, но это в общем-то и не требуется, чтобы не слишком увлекаться чем-то очень большим, глобальным, а попробовать сначала понять то, что находится под ногами, под вашими руками, рядом с вами, чтобы попробовали почувствовать это происходящее рядом и правильно в этом поучаствовать, но поучаствовать так, чтобы у любого из ближних после общения с вами возникало еще желание опять пообщаться с вами и дальше, то есть он чувствовал что вы помогаете ему хотелось бы вновь и вновь вернуться к вам за помощью и вот тут опять же надо умение быть терпеливым потому что слабый человек находя более сильного он бывает назойлив в своих требованиях уже у него нередко не возникает чтобы с ним обязательно общались вот тут уже надо искать пути как это сделать может быть где-то придется отказать но это опять же надо сделать бережно опять же порою твердо чтобы не всегда пойти на поводу каприза то есть начинается такая школа очень непростая но где вы учитесь правильно любить значит учитесь правильно помогать даже уже более конкретно будет потому что любить это прежде всего должно в положительном смысле связано с помощью ближнему если говорить о любви но в действиях будет проявляться подножка то тогда ваша любовь на самом деле она никому не нужна она мешает жить поэтому когда мы подразумеваем слово любить то уже нужно гораздо глубже рассматривать это слово за которым подразумевается какая-то серия усилий связанных действительно с помощью с вашей грамотной помощью ближним на которую они могут опереться сделать еще более решительный умелый шаг в исполнении Божьего вот что самое главное и насколько вы ушли от этого главного насколько вы заблудились отклонились ли за эти периоды времени которые сейчас здесь приходите а они у вас метания многообразные происходят разные отклонения приходится замечать и сейчас вполне надо серьезно переосмыслить многие свои действия потому что как правило замечаются эти отклонения от нормы от той главной задачи которую вы как будто бы приняли на себя но отклоняете с другие стороны больше связаны с вашими слабостями поэтому еще раз надо пересмотреть всю эту тему и учитесь это создавать пространство это пространство улыбки это пространство радости ну так несите эту радость помогите зажечь друг другу чтобы меньше было каких-то сумрачных выражений лиц чтобы вы всегда могли пошутить поддержать извиниться в какой-то момент где видите что может быть сглупили поступили грубо но попробовать отнестись с пониманием с ближнего но это же целая школа которую очень важно когда вы пробуете осмыслить сами и где-то уже умудряетесь сдать интересные уточняющие вопросы чтобы мы все больше рассматривали конкретных действий где будет проявляться грамотное ваше участие в жизни друг друга а не как кому вздумается потому что очень часто приходится наблюдать такая какая-то упертость в своем собственном понимании помощи когда человек пытается оказывать ее именно так как ему это видится и он даже не торопится оценить что тому кому ему хочется оказать эту помощь становится просто неприятно от этой помощи она начинает явно мешать этому человеку но человек который как будто бы оказывает эту помощь он не хочет этого замечать он просто видит что он сам хочет эту помощь оказать ему кажется значит он оказывает ее правильно он же сам хочет он сам этим горит а нужна ли ему эта помощь другому ближнему вот это он не особо задается он считает что нужна и все а что с ближним в этом случае происходит это уже как-то мало интересует больше хочется увидеть в этом какое-то негативное проявление со стороны ближнего что он такой неблагодарный не замечает вашей помощи это ошибка тут легко зародится трагедия в ваших взаимоотношениях и вместо того чтобы подружить друг с другом вы станете чужими друг другу вы удалитесь друг от друга но виноваты вы виноват получится прежде всего тот кто очень горел желанием помочь ближнему получится такая ситуация и тогда тут же вкрадется разные ложные утверждения которые родились в мире благими намерениями выслан дорога в ад да если намерение конечно не основывается на правильных усилиях то конечно же под намерением пойдут дальше усилия но неправильные которые приведут к большим осложнениям и тогда возникает такая глупая поговорка за которой уже можно усматривать вообще нормальную жизнь где будет отсутствовать всякие добрые пожелания зачем они нужны если они все равно в ад ведут так можно здорово себя загнать поэтому сделав пожелания выразив пожелания имея их себе пожелание помочь ближним имея вот эти добрые намерения дальше надо грамотно их сделать именно грамотно значит надо осмыслить каждый свой шаг как вы его делаете а уместно ли его делать может быть это только ваша иллюзия что это правильно на самом деле так нельзя делать вот тут чтобы вы чаще рассуждали и учились помогать друг другу вот тогда возникнет огромная жажда у вас жить друг с другом пусть потому что чтобы всегда посмотрев в любую сторону будете видеть родной дом где всегда вы можете получить нужную помощь где нет чужих людей и вы никого не боитесь где где не надо между ними себя утверждать каким-то агрессивным методом вот эту среду вы должны создать может быть вы за этот период так и не сможете вырастить ровненькие огороды это не страшно но если будет такой крепкий дух между вами единство такое будет доброе то на деревьях будут расти нужные овощи вы не останетесь голодными вы тогда вырастите где угодно но вот это как раз часть и главное она пока недостаточно у вас проявляется вы больше боитесь больше переживаете о том о чем не требуется переживать и мучаетесь в проблемах которые регулярно упорно их создаете сами так давайте учиться не забывая о вот этой самой главной цели ради которой вы сюда приехали чтобы именно в этом месте на земле в едином пространстве на самом деле земли организма земли именно в этом месте начать формировать определенную среду это важно было именно здесь так делайте ее чтобы было видно что действительно вы любите друг друга чтобы очень было приятно и радостно находиться рядом с вами и никто не боялся другого ближнего своего вот на этом мы закончим сегодняшнюю встречу это было очень важно вам подсказать ради этого я встречу согласился вести вы заметили что в последнее время мы как-то мало встречаемся на общих встречах потребность в этих встречах диктуете вы сами своей жизнью о том как вы живете что вы делаете вы создаете для меня определенное ощущение желание оказывать ту или иную помощь вам поэтому если вы правильно делаете вы будете постоянно вызывать ощущение потребности что-то дальше касаться поддерживать показывать если что-то не решается то невольно вы создаете условие где мне как будто бы надо повторять неоднократно что-то но если повторение переходит ту меру допустимую которая в этом случае может быть определена желание встретиться оно будет исчезать но вы сами задаете это условие поэтому все зависит от того как вы стараетесь жить поэтому ради вот этого того что я сейчас вам сказал на самом деле была вся встреча мне это хотелось вам подсказать потому что я обратил внимание что это у вас забывается стирается вы как-то теряете эту часть очень важную так вот не забывайте ее ну а теперь счастья до встречи я надеюсь мы встречаться конечно же будем и дальше счастливо до встречи с с у до встречи